Главный финансовый документ страны можно назвать реально каким-то таким суицидальным нежданчиком, прошу прощения. То есть это бюджет, который ставит кризис вообще на всем, и на уровне жизни населения, и на модернизации, и на майских указах, и на, соответственно, создание новых рабочих мест в экономике страны. То есть чтобы просто было даже как-то понятно, вот у нас в долях от ВВП идет сокращение финансирования на ближайшие 18-19-20 годы на экономику, на образование, на здравоохранение, на культуру, кинематограф, на поддержку малоимущих, это вообще с прошлого нежданчика, прошу прощения. То есть как бы с 2015 года тут разговоры о том, что необходимо поддержать хотя бы хоть как-то минимально вот эти 20 миллионов россиян, живущих за чертой бедности, у которых доходы ниже прожиточного минимума, даже пускай заниженного. Значит, в 2015 году Минксин говорил, что может быть найдем 200 миллиардов рублей, потом уже 127, потом 90, потом 50, и в этом году уже и 20 миллиардов рублей не нашли. И это при том, что предполагалось помогать бедному, нищему россиянину всего лишь на 30 рублей в сутки, то есть 10 тысяч рублей в год. Вот этих вот копеек они не смогли найти для того, чтобы помочь тем, кто на грани голода. Страшную вещь вам скажу, норматив на животных выше, чем 30 рублей. Да, то есть россиян на сегодня живет хуже, лучше, чем ежик, но хуже, чем ослик в московском зоопарке. Это как бы можем гордиться.